Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Сегодня мы попробуем изложить очень сложное явление, супер-дупер высшую математику, которая руководит нашим миром, но ввиду того, что я такой-такой простой, простой, то есть простым языком. Итак, следите внимательно, следите внимательно. Вот у меня тут различные фигурки, там вы видите и так далее. Начнем с того, вот как строится мироздание, как строится естественно человеческий организм и так далее. То есть вот многие из вас возможно слышали, что в основе человеческого тела лежит кристалл. Вселенная, как бы сказать, зарождалась по принципу кристалла. Ну и давайте так сказать, просто и начнем объяснять, не избиваясь. Для того, чтобы нам отгородить какую-то площадь, надо, грубо говоря, три точки. Раз, два, три. И у нас уже имеется плоскость. Но так как у нас все объемное, у нас для объема не хватает четвертой точки. Вот она. Раз, два, три. Четыре. Четыре, да? И у нас появляется, наконец-таки, объемная фигура, которая уже, можно сказать, лежит в основании некого там построения, так скажем. Вот, далее. Можно так сказать, вот первый кирпичик, это у нас пирамидка получается. Мы с вами, значит, знаем, что в основе всего там построения лежат пять первоэлементов. И если мы с вами начнем делать следующее. Вот у меня пирамидки, пирамидочки, да? Эти пирамидочки, смотрите, я начну одну грань к другой прикладывать. То есть, вот именно к первой пирамидке, так бы мы скажем, к первой вот этой большой пирамидке, ну, пирамидке, мы еще на каждую грань такую же откладываем или пролепляем пирамидку. То есть, вот так вот мы все это дело, значит, будем с вами лепить. И получится у нас вот такая фигурка. То есть, в центре у нас имеется вот такая пирамидочка, на грани которых мы прикрепили еще по одной пирамидке и получили вот такую вот удивительную фигуру. Говорят, что это додекаэдр. Хотя, я там посмотрел, в наш, будем говорить, как бы сказать, всем известный интернет, и там нашел, что додекаэдр это 12-гранная фигура, но каждая грань у них представляет собой пятиугольник. И в свое время меня заинтересовала такая фраза Блавацкая, кто познает тайну додекаэдра, то есть 12-гранника, тот кое в чем разберется. Правда, не знаю, как с этого мани-мани делать, но тем не менее. Итак, что я вам рассказываю. Мы с вами на одну пирамидку такую, четырехгранную, отложили еще четыре пирамидки. И у нас получилась фигура вот такая, которая уже состоит из пяти пирамидок. У нас получается, что если взять каждую пирамидку за первый элемент, мы начинаем строить вот так вот пространство. В середине у нас лежит, вот считается, первый элемент земля. Далее у нас по граням откладывается еще, значит, четыре, итого пять первоэлементов. Вот это вот, так сказать, первая фигура, которая включает в себя пять первоэлементов. Немножечко так перескочил, но ничего страшного. Так, смотрите, она имеет двенадцать сторон. Она же имеет двенадцать граней острых. Это вот эти вот грани острые. Двенадцать граней острых. Она же имеет восемь углов. При этом, смотрите, получается восемь углов. То есть двенадцать граней, если мы так берем, вот откуда взялись двенадцать этих энергетических меридиан. То есть вот они, пожалуйста, вот эти вот грани, как раз они и являются, так сказать, прообразом, что ли, наших энергетических меридиан. Далее, восемь углов. Из них, смотрите, четыре толстых, вернее, четыре острых, а четыре, вот видите, такие сложные. Вот они, четыре. Итого восемь. Когда я так для себя кое-что там читал, вот из китайской этой восточной медицины о меридианах, чудесных сосудах, там, значит, как раз было, имеется двенадцать основополагающих энергетических меридианов и восемь чудесных сосудов, в которых запасается энергия. Так вот, она как раз запасается вот здесь в остром, но более всего она будет запасаться вот в этом вот тупом этом угле. То есть восемь, как бы сказать, для себя уже можно представлять, откуда это число двенадцать меридианов и восемь этих самых чудесных сосудов. Да вот она. Вот из этой фигурочки дудекаэдра, но не с пятиугольной там гранью, а с трехугольной, оказывается. Именно с трехугольной. Далее, пять пирамидок, пять первоэлементов. И мы при этом знаем, что первоэлемент Земля, так сказать, основа всего. А где он находится? Он находится внутри. Унутри находится. То есть он является опорой всех других четырех. Интересно как, да? Значит, разобрались, откуда эти пять первоэлементов. Далее мы с вами начинаем разбираться. Кстати, можно же даже сказать, откуда у нас двенадцать пар рюбер. Вот почему двенадцать? А не тринадцать, не пятнадцать, не девять. А именно двенадцать пар рюбер. Далее переходим мы с вами к числам. Вот я вам все время говорю. И восточная медицина, тибетская, индусская говорит, что семьдесят два дня активен там первоэлемент, грубо говоря, там дерево или там металл. Вот. А потом, значит, восемнадцать дней активен первоэлемент Земля. И в связи с тем, что активен первоэлемент Земля, это значит, что с ним связано? С ним связан там желудок, поджелудочная железа, там сельзенка. Роли так, вот, активность. Потом опять это все уходит на семьдесят два дня, допустим, дерево, активно там печень, желчный пузырь. Потом, грубо говоря, там активен, опять-таки, через восемнадцать дней, значит, первоэлемента Земли, будет активен желудок, поджелудочная железа. И, грубо говоря, уйдет там на огонь, когда будет семьдесят два активен, там, что там у нас будет активен. Там кишечник, по-моему, активен. Далее, значит, осенью будет активнее семьдесят два дня, значит, там легкие, толстый кишечник. Потом там, этот самый, почки, мочевой пузырь. Вот, семьдесят два дня. Откуда это берется? Если мы с вами возьмем, смотрите, вот это вот, как бы сказать, вот энергия для того, чтобы сделать вот это, как бы сказать, плоскость, сто восемьдесят градусов, вот эти вот углы, сто восемьдесят градусов. Если же вся эта фигурка, чтобы, знаете, вот энергия ее составила, так сказать, пробежала, она сделалась объемной, на это у нас получается, значит, сто восемьдесят умножаем на четыре грани, и мы получаем семьсот двадцать градусов. То есть, грубо говоря, для того, чтобы получилась вот эта объемная фигура, фигура примерно, в энергетическом отношении, ну, я так градусы перевожу в дни, грубо говоря, тут, конечно, вроде как какая-то натяжка имеется, но, тем не менее, тем не менее, получается семьсот двадцать градусов. Ноль отбрасываем, семьдесят два дня, то есть, семьдесят два дня активен. Вот здесь вот, допустим, первый элемент, грубо говоря, который руководит печенью. Первый элемент там дерево, в каждой, как бы сказать, системе восточной там натурфилософии, там по-разному, там, допустим, грубо говоря, может быть, это там ветер, вода, огонь там и так далее. Земля. То есть, вот как раз семьдесят два дня вот этот вот узел, грубо говоря, вот эта верхняя пирамидка, она активна. Семьдесят два дня энергия пробежала, оно я, оно её прорисовало. Да? То есть, у нас в организме, почему вот такая вот активность идёт? У нас не все органы работают сразу, а, вернее, это они активны, как бы сказать, все сразу, все сразу. И то в течение дня там включается, то есть включается. Но по сезонам года преимущественно активны одни первоэлементы, будем говорить, и связанные с ним органы, а другие не так активны. Так вот, семьдесят два дня, грубо говоря, у нас активна печень и желчный пузырь. А потом энергия, прорисовав вот эту, грубо говоря, пирамидку, она уходит через внутреннюю пирамидку на то, чтобы, как бы сказать, активировать следующую. И как раз она уходит через центр, через грань там центра, а грань центра 180, значит, градусов, грубо говоря, ноль мы отбрасываем, у нас, мы, как бы сказать, имеем дело с чистыми. Мы получаем 18 дней, 18 дней активно желудок, значит, поджелудочная железа, желудочная активность. Далее, значит, 18 дней через одну грань она уходит на следующую, а именно на какую следующую, она уходит, значит, на вот это вот как раз, на огонь. Когда актив там тонкий кишечник, что там там связано там. Вот, и получается, она ее обслуживает, чтобы полностью завершить этот цикл, она ее обслуживает 72 дня. Далее она опять, вот так сказать, про это самое, простимулировала вот эту вот, значит, пирамидку. И эти функции, которые связаны с этим первоэлементом, она уходит опять через землю на следующую. Через 18 дней, 72, значит, дня она активирует, опять-таки, значит, что там у нас, легкие, толстый кишечник. Потом опять внутрь идет, внутрь идет, 18 дней активен желудок, поджелудочная железа и выходит на почки, на почки выходит. Итого, смотрите, получается, вот откуда вот эти цифры 72, уже так нам ясно, но это как раз вот одна пирамидка, все это дело делает. А вот пять пирамидок мы с вами умножаем, и получается вообще 3600 градусов, ну, грубо говоря, отбрасываем ноль, и получаются вот эти вот цифры, почему 360 там дней, почему там окружность там, грубо говоря, равна 360 градусов, то есть она полностью, полностью все это прошло, 360 градусов. И вот это вот, вот это вот как раз пирамидка нам дает понятие. Далее, если теперь мы обращаемся, вот, а почему 12 созвездий? Некоторые говорят, что якобы, якобы, имеется 13 созвездие. Мне хочется им показать большущий кукиш, ну, не буду показывать, зачем там вас пугать, большущий кукиш. Пространство построено по геометрическим чертежам, оно строится по этим. И тут у нас имеется только, вот я как раз тут посчитал все это, 12 граней. И переходя с одного, будем говорить, граней в другую, активируется, естественно, у природы, вообще у космоса, активируется та или иная грань, которую просто-напросто для того, чтобы, грубо говоря, но с чем-то соотнести, видимо, соотнеслись с созвездиями. В таком-то созвездии, в таком-то созвездии. Но, тем не менее, каждое созвездие 30 градусов. Ну, ни больше, ни меньше, никакого, ни 13-го, ни 14-го там этого самого ввести нельзя, потому что это все ломает. И, кстати, если мы с вами дальше начинаем откладывать, вот так вот начинаем откладывать пирамидочки, мы, в конце концов, получаем вот такие фигуры. То есть, откуда у нас возникает вот такой вот, грубо говоря, кристалл? Видите, какой? Не правда ли? И получается, что, будем говорить, и Вселенная, и мы вроде как шарообразны. И мир кристаллов, первый мир кристаллов, это, значит, вот как раз вот эти вот, грубо говоря, пирамидки, по которым начинают строиться первокирпичики. А далее, а далее, усложняясь уже, получается, смотря куда, по каким граням начнет расти, те или иные там кристаллы с тем или иным там строением. И, в конце концов, когда все это откладывается, получается, видите, какая фигурка интересная. То есть, это первое. А если на это еще отложить, она еще там больше будет. То есть, вот он, получается, объем, в котором мы живем. Итак, подводим итог. То есть, я лично для себя взял за основу утверждения Елены Петровны Блаватской, кто откроет тайну Дудекаэдра. Дудекаэдра – двенадцатигранника. Вот не надо его путать с тем, что двенадцатьгранник будут эти самые вот такие вот, пятигранные. Это не то. Они должны быть трехгранные. Тогда все получается. Итак, когда я сделал вот эту вот фигурку Дудекаэдра с вот этими гранями треугольными, то у меня получилось следующее. Я понял. В целом, вся эта вот фигурка, вся эта фигурка, значит, представляет собой 360, будем говорить, вот этих вот дней. То есть, основоположная, основополагающая вещь, откуда это берется? 360, то есть, законченный цикл, именно законченный цикл. Раз. Далее. Откуда берутся 72 дня и 18 дней? Я для себя выяснил. И почему связаны те органы или иные органы? Вот так она выходит через первоэлемент Земля, который внутри находится. И как раз он находится внутри, служит опорой всему. Энергетика выходит на пирамидку того или иного первоэлемента, 72 дня она ее прокрутила, и хопа! Через 18, первоэлемент Земля, она уходит на следующую. То есть, вот вам полный цикл. Далее, смотрите, 12 сторон, это вот как раз, будем говорить, или даже 12 сторон, это как бы, можно так даже сказать, это вот они созвездия, то есть, 12 созвездий гороскопа, они равны 30 градусов, грубо говоря, там, они 30 градусов, то есть, вот здесь 12 граней, откуда это все во Вселенной считается. Далее, это, как бы сказать, грани острые. Острые грани 12, то есть, их надо же прочертить, это же энергетическая вещь, чтобы, как бы сказать, выделить в пространстве вот такую фигуру. То есть, 12 острых граней, и у нас это как раз 12 основных меридианов. И вот эти теперь углы острые, где сосредотачиваются энергии острые, особенно тупые, это как раз вот 8 чудесных сосудов, где накапливается энергия. То есть, устройство для меня, человека, Вселенной, и почему вот эти вот все цифры, стало ясным, понятным. Вот эта вот фигурка, которая обрисовывает весь круг, земной круг активности первоэлементов и связанных с ним органов, объясняет, почему надо следовать в оздоровлении, профилактике и лечении именно биоритмологии. Повторим, первые 72 дня как раз активна печень и желчный пузырь. Вот самое лучшее время, оно начинается после отмечания китайского Нового года, то есть Нового года по восточному календарю, который как раз совпадает с природными ритмами, когда, точка отчета, именно это. 72 дня, значит, активно у нас будет с вами печень и желчный пузырь. Чистим, укрепляем и прочее, прочее, прочее. Далее, в 18 дней у нас будет активность желудка, там поджелудочной железы, вроде как селезенки. То есть в это время можно там дать для желудка там отдых, допустим, поголодать. В 18 дней, кто хочет особенно восстановить желудок, вполне возможно. Именно в это время, когда он наиболее силен, когда наиболее сильны его восстанавливающие способности. Далее, 72 дня у нас первый элемент огонь, связанный с этим органом, это, по-моему, там тонкий кишечник. Что-то еще я так на память привожу. Вот, пожалуйста, вот в это время как раз, значит, укрепляйте эти органы, работайте там над ним, если там они слабые и так далее. Далее, в 18 дней, опять у нас желудок, поджелудочная железа. Работаем с ними, если надо. Следующие у нас 72 дня, как раз первый элемент там, воздух или там металл, как его называют, активный. Толстый кишечник, легкий. Вот тут давайте, как раз, очень хорошо и очищать толстый кишечник именно в это время. И, допустим, поработать с легкими можно. Вот, 72 дня, значит, над ними укрепляем то, сё, пятое, десятое делаем. Опять 18 дней у нас желудок, поджелудочная. И начинается активность, 72 дня в холодное время года, как раз это, почки и мочевой пузырь. Вот здесь, очищающие процедуры, можем чайки там пить из полевого хвоща, с парыша, там, что-то там укрепляющее делать там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И далее, значит, опять где-то там будет у нас активен желудок, и, грубо говоря, начнётся там Новый год, новый цикл. То есть, вот это понятно. Далее, смотрите, в связи с тем, что, тут ещё можно по граням, конечно, ещё пойти, очень интересно было бы, ну, ладно, не будем. В связи с тем, что человек рождается в период той или иной активности, ну, и, допустим, активности первого элемента, грубо говоря, земли, у него будет сильный, значит, от природы желудок. Другой родился, допустим, в период активности печени, 72 дня. Тут, значит, пычонка будет у него хорошая там. Но ещё важно понимать, что она может быть хорошая, но чтобы она не была сверхактивна. То есть, органы могут портиться не из-за того, что, недостаток там энергии, вот, а из-за того, что слишком много, вот как провод. По проводу течёт ток или там. Да и нормально. Мало, конечно, лампочка плохо светит. А если слишком много, и лампочка может перегореть, и провод может расплавиться, перегореть. Чтобы вы понимали это. Ну, вот, примерно, что я вам хотел сказать. Конечно, тут можно говорить намного больше. И в соответствии с вот этими вот знаниями можно делать раскладку по занятиям, физической активности, спортивной подготовке, вообще по этой самой, по творческой составляющей, вообще на всю жизнь, так сказать, что-то там так можно намечать. То есть, это очень интересная тема. И вот для себя я нашёл. Откуда эти пять первоэлементов, откуда эти числа, откуда эти энергетические каналы, откуда эти чудесные меридианы, которые накапливают энергию, 8, ну и так далее, так далее. Всё, можете пользоваться там. На этом я заканчиваю. Продолжение следует...